Она прошла все три тура ГИТИС. О каких идет речь? Золотая московская пятерка. ГИТИС, Щука, Щепка, ВГИК и МХАТ. Но в итоге наступила ранняя весна, и Анжелика начала свои пробежки по золотой пятерке Москвы. Уже подбегаю минуту. Все, ждем по ногу и заходим к ребенку. Как так? Как так? Такого гениального, талантливого ребенка для такую красавицу не берут? Там слетели, там слетели. Такая мысль. Ну и что, Ахлобыстин? Кричает с ним Гойда на Красной площади. А самое интересное, что косо смотрят на нее некоторые ученики. Больше всего те, которые потом оказалось, что тоже поступают, но никому не говорят. Молчок. У Анжелики третий тур в ГИТИС, у Анжелики третий тур в Кахлобыстину, и у Анжелики третий тур в Эргоси. И у Анжелики в этот же день зачет по актерскому мастерству. Я в него влюбилась. Вот сразу влюбилась. Он очень яркий, он очень эмоциональный, он такой энергичный. И прямо вот огонь, просто огонь. Есть стоящие девочки 40-42 размера, а есть женственные фигуры, песочные часы. И вот его слушаешь, и прямо вот слушать хочется. Или пошлют нафиг с зала, скажут, иди вон отсюда. Или возьмут с ушами и с ногами. Я сижу на даче, у меня волосы шевелятся, я не знаю, что предпринять. И сделали мы Италию за два дня. Да как хорошо сделали. Да как хорошо Анжелика вошла в этот образ. Да с этими бубнами. Комиссия сидит, третий тур. КIA. Кстати, педагоги. Комиссия сидит, третий тур. Мы же нашли настоящий корсет, крутой корсет. И Анжелика звонит и говорит, мамочка, я прошла. Аплодировали все студенты, педагоги. Кто-то вставал, снимали на камеру. Три тура, Анжелика получила по 100 баллов. Насколько сильны все ребята? Вот все ребята просто огонь. Вот каждый. Конечно, каждый выбран из 500. Я говорю, Анжелика, тебе будет здесь учиться непросто. Спасибо, Италия. Спасибо, мюзикл Италия. Я уверена, что это из-за него. Уверена. Привет, друзья. Рада всех видеть на канале Рита Лайфстайл. Сегодня я расскажу вам удивительную историю поступления моей дочери в театральный институт. Да-да, друзья, можете нас поздравить. В этом году Анжелика поступила туда, куда она хотела. Она поступила на факультет музыкального театра в Российский государственный институт сценических искусств. РГС. К отличному мастеру Исакову Александру Борисовичу. Для тех, кто не знает всей нашей истории, расскажу коротенько. В том году Анжелика закончила 11 класс и готовилась к поступлению в «Золотую пятерку Москвы» либо РГС. Она очень готовилась сильно. Одновременно сдавала ЕГЭ, ездила в Москву, занималась с преподавателями. И суть в том, что в том году она прошла все три тура в ГИТИС на факультет музтеатра к Валерии Ланской. И на последней ступени после двух туров еще идет три экзамена, то есть получается шесть туров. И на последнем из туров она слетела, когда уже практически на финишной прямой. Вернувшись в Питер, получилось так, что в наш РГС, который приравнен к «Золотой пятерке» в Санкт-Петербургский институт театральный, уже закончились экзамены. И, конечно, она очень опечалилась, и мы думали, что делать. Было несколько вариантов дальнейших действий. Можно было поступить в музыкальное училище, можно было поступить еще куда-то. Можно было никуда не поступать, а год работать. Но в итоге мы нашли один институт, в который еще можно было попробовать поступить. Который тоже находится на Маховой. Высшая школа драмы Бориса Горбачева. Там тоже был конкурс, но уже не такой мощный, как в других вузах более высшего пилотажа, скажем так. О каких идет речь? «Золотая московская пятерка» – ГИТИС, Щука, Щепка, ВГИК и МХАТ. И единственный вуз, который к ним приравнен, это вуз Санкт-Петербурга – РГСИ. И Эванжелика в том году успешно прошла и поступила в школу драмы Бориса Горбачева. И успешно, благополучно отучилась там год. И мы этот год смотрели. Может быть, настолько ей там понравится, что она захочет там остаться и уже никуда поступать не захочет. Смотреть-то мы смотрели, наблюдали. Но, тем не менее, мы готовились к повторному поступлению на будущий год. Вот на этот год. Она занималась подготовкой с преподавателем по актерскому мастерству. Готовили программу. И она занималась с преподавателем по вокалу. В течение года были разные настроения. То уже прямо вот все так нравится в институте Горбачева. То что-то не нравится и нужно перепоступать. Но в итоге наступила ранняя весна. И Анжелика начала свои пробежки по Золотой Пятерке Москвы. И, между делом, подала документы и в РГСИ. Поездила она прилично. Обзор на мою комнату. Это очень забавно. Тут вот такая вот коробочка. Наверное, 2 на 3 метра. Вот такая кровать. Тут вообще нет места. Но это ладно, ничего страшного. Одну ночь переночевать. Просто на сайте было написано, что тут есть свой душ и туалет. По факту душ и туалет оказались на этаже. Так, стою, жду. Давно уже. Не волнуйся, я написала, что уже подбегаю минута. Все, ждем Иванову и заходим. И знаете, что самое удивительное? То, что когда она поступала в том году, я думала, как так? Как так? Такого гениального, талантливого ребенка да такую красавицу не берут. Там слетели, там слетели. В общем, полное отчаяние. Но в том году, кстати, пока она ездила в Москву, в РГС кончились вступительные экзамены. Она не успела попасть на них. Вот. И я все думала, ну надо же, как же так? Моя талантливая, красивая доченька, как же так? Почему ее не берут? И только в этом году я поняла, что... Поняла, насколько она выросла по сравнению с тем годом в актерской подготовке к поступлению, в актерской профессии, в вокале. Очень выросла. И в этом году это совершенно другое... Это совершенно другая подготовка. Это совершенно другой абитуриент. Нацеленный, зрелый. И, конечно, прошли мы третьи... Прошли мы в Москве несколько третьих туров в разные вузы. В том числе и к Ахлобыстину пришли на третий тур. Но сказать честно, вот так, как есть, я... У меня в голове сразу же такая мысль. Ну и что Ахлобыстин? Кричать с ним Гойда на Красной площади? Такой типаж неоднозначный, я вам скажу. Вот. И получилось так, что Анжелика учится в своем институте. Ездит в Москву одновременно пропускает какие-то важные мероприятия. Девочка, которая безупречная ученица. И уже на нее педагоги косо смотрят. А самое интересное, что косо смотрят на нее некоторые ученики. Больше всего те, которые потом оказалось, что тоже поступают, но никому не говорят. Молчок. Как это так? Наш вуз? Как ты можешь его придать? Куда-то пойти? Ну да ладно. И в конце получается так. У Анжелики третий тур в ГИТИС. У Анжелики третий тур в Кахлобыстину. И у Анжелики третий тур в РГС. И у Анжелики в этот же день зачет по актерскому мастерству. Зачет по актерскому мастерству в своем вузе. Но и как бы вам сказать, высшая школа Горбачева это вуз ниже категории, чем те, которые я вам озвучила ранее. И что делать? Удобнее всего было бы поступить, если не поступаешь никуда из вузов, перейти на второй курс. Но, к сожалению, у нас так не получилось. Мы не смогли прийти на зачет по актерскому мастерству. Очень важный зачет, который невозможно пропустить, потому что мы выбирали, куда пойти на третий тур. ГИТИС, Ахлобыстин или РГСИ, факультет мастер-театра мастер Исаков. Конечно, самый лучший вариант для нас это РГСИ. Это престижный, отличный вуз с отличным качеством образования, диплом которого котируется везде. И что делать? Анжелика забрала документы из своего института. Все, забрала. До свидания. Да и, конечно, это все было очень волнительно, потому что подушку безопасности мы потеряли. И если мы никуда не поступим, значит, на второй курс она уже не придет. Хорошо попрощалась со своим мастером, с ребятами. Мастер сказал ей, Анжелика, обязательно иди по этой стезе, потому что это твое, у тебя все очень хорошо получается. И пошли на третий тур к Исакову. На этот тур ей дали задание. Анжелика может кое-что выполнить из акробатики, потому что она бывшая гимнастка. Анжелика может что-то спеть, Анжелика может сыграть на гитаре, барабанах, все это она умеет. И сказали, и дали ей задание подготовить такой номер, где она воплотит все. И акробатику, и пение, и акробатику, и вокал, и танец. В общем, очень, очень сложное, очень сложное задание, очень сложное, и которое нужно сделать просто вот безупречно. И у нас было две недели на выполнение этого задания. Но в чем загвоздка? Наш педагог, режиссер мюзикла, она уехала. Она уехала, и приедет только через 10 дней. И у нас оставалось три дня на подготовку. Никого другого мы искать не хотели, потому что мы в ней были абсолютно уверены. и никаких неожиданностей быть не могло. Прежде чем Юлия, наш режиссер, уехала, мы обсудили с ней, она знала о нашем задании и уже стала нам, и накидала нам три мюзикла, которые мы можем сделать. Не нам, а Анжелике. А Анжелика прислала эти три мюзикла мне. Послушав первый, я в него влюбилась. Вот сразу влюбилась. Он очень яркий, он очень эмоциональный, он такой энергичный и прямо вот огонь, просто огонь. Это настоящее шоу, его смотришь и хочется смотреть. И актрисы, которые играют главные роли, это Анжелика, это Анжеликин формат, это ее женственная акру, это ее женственная слегка чуть-чуть пошнотелая форма. Это, знаете, есть типаж тощей девочки 40-42 размера, а есть женственная фигура, песочные часы. Вот это вот, вот этот вот типаж из отрывка мюзикла Италия, из отрывка мюзикла Италия, просто безупречно подходит к Анжелике, и даже главная героиня так похожа на нее. И вот его слушаешь, и прямо вот слушать хочется. и ради галочки я послушала второй мюзикл не до конца и третий и поняла, что это ну вообще не то, ничего не то. А Анжелика меня спрашивает, мама, вот смотри, дали три мюзикла, какой выбрать? Я говорю, Анжелика, конечно, Италию, Италию. Он еще и провокационный такой, знаете, вот сделать этот кусок. И у меня создаются впечатления, или пошлют нафиг с зала, скажут, иди вон отсюда, или возьмут с ушами и с ногами. И там и танец, и вокал, и с губнами, и бубен мы купили, и текст Анжелика выучила. Ждем Юлечку, ждем, ждем, ждем. Приезжает Юлечка с отпуска, и у нас остается три дня на подготовку. Анжелика идет ко мне в студию готовить мюзикл Италия. Я на даче с нетерпением жду, как, что, как пошло. В итоге часов этих через пять-шесть звонит мне Анжелика. Мама, Юля сказала, что Италию мы подготовить не успеем, что надо готовить вот этот мюзикл Король и Шут. Это вообще ужас, ужас ужасный. Она мне прислала какой-то мюзикл. Он говорит, у меня не идет, он у меня не получается, я не могу его петь, он мне не нравится. Но Юля сказала, что Италию мы сделать не успеем, потому что там все, очень много работы, все очень серьезно, за три дня не сделать никак. Я сижу на даче, у меня волосы шевелятся, я не знаю, что предпринять. Думали, думали, волновались, волновались. В итоге Анжелика говорит, мама, я буду делать Италию. Она пришла, чуть живая, без голоса, после пятичасовой репетиции. Она говорит, я буду делать Италию. Я буду делать сама. Я говорю, Анжелика, ты сама не делай, ты давай позвони Юле и скажи, что Юля, я не могу готовить этот номер, который вот вы говорите, что нужно сделать. Я хочу сделать Италию. Пускай два дня. Она говорит, пускай два дня. Анжелика позвонила Юле, режиссеру, которая была крайне недовольна вот этим событием, крайне недовольна. Анжелика полночи готовилась, пела, бедные соседи, как она там с бубнами танцевала и пела во весь голос. В итоге, в итоге Юля все-таки молча согласилась делать эту Италию за два дня. И сделали мы Италию за два дня. Прошу прощения, да как хорошо сделали, да как хорошо Анжелика вошла в этот образ, да с этими бубнами. Короче, что было дальше? У нас конкурс. у нас конкурс и такой провокационный мюзикл и сидит комиссия, взрослые люди, старше меня, как я или старше меня, профессора, педагоги. Комиссия сидит, третий тур. Как там, что, я же не могу туда попасть? И звонит мне Анжелика. А, ну да, еще один момент. Мы же создали образ, мы же нашли настоящий корсет, крутой корсет. Не какой-то там, а вот именно настоящий исторический корсет. Мы же все подобрали, все, мы купили бубен, мы сделали ей волосы, как у актрисы, которая играет в этом мюзикле. Знаете, такой вот мелкие, мелкие локоны, вот такая вот грива, шевелюра. Мы выучили Италию все. Я и Соня, и мы все время поем Италию. И, конечно, Анжелика тоже. И вот, и вот день, третий тур. И Анжелика, как там проходит, что, я делать ничего не могу, я только волнуюсь. И Анжелика звонит, говорит, мамочка, я прошла сто баллов, максимальное сто баллов, максимальное количество баллов. Аплодировали все студенты, педагоги, кто-то вставал, снимали на камеру. Такой момент, что дали задание, отрывок из мюзикла не больше трех минут. А у нас пять минут, у нас отрывок на пять минут. И некоторых ребят останавливали, минута прошла, все, спасибо, до свидания. А у нас пять минут, мы тоже волновались за этот момент. Все пять минут, все пять минут выслушали, выслушали, в общем, хлопали, очень хорошо принимали. Когда Анжелика вышла из аудитории, студенты, которые там учатся, спрашивали, это кому, кому-то, кому так хлопали. Ну и узнали, что это Анжелика. И вот, кстати, девочка, блондиночка сидела, тоже снимала Анжелику, вот посмотрите. Это Саша Нехай, финалистка «Голос дети». Она, кстати, там учится, или она заканчивает, не знаю. И вот, слава богу, она сняла кусочек, и у нас хотя бы, хотя бы что-то есть. В общем, не зря выбрали Италию, не зря даже переубедили нашего режиссера. Все три тура Анжелика получила по 100 баллов, и у нас остается конкурс. Осталось 40 человек, а нужно 30. Дня 4 или 5 совершенно незнакомые друг с другом ребята должны были показать концерт, концерт, шоу, что-то захватывающее, потрясающее. И ребята работали с раннего утра до позднего вечера в РГСи, делали конкурс. Кому интересно, в конце ролика или в следующих роликах, я покажу этот конкурс. Прошу прощения, Анжелика звонила, сейчас едет. И вот за эти 5 дней ребята самостоятельно, без всяких педагогов, должны подготовить шоу, концерт, в результате которого еще отчислят 10 человек. Должны отчислить 10 человек. В общем, концерт они подготовили, концерт я вам покажу либо в конце этого видео, либо следующими видео. Посмотрев концерт, я поняла, насколько сильны все ребята. Вот все ребята просто огонь. Вот каждый. Конечно, каждый выбран из 500. Вот каждый из... Я не знаю, сколько, чтобы не обмануть. Может быть, 300, может быть, 500. Каждый человек выбран. И ребята, ну, очень сильные. Кто-то 10 лет танцами занимался, танцует божественно. Кто-то вокалом там. Ну, кто-то на инструментах играет. И вообще, вот не только это. Еще ребята очень сильные, харизматичные. Такие вот, харизматичные. Харизматичные. Энергетика у них сильная. Каждый. Каждый, как на подборе. Я говорю, Анжелика, тебе будет здесь учиться непросто. Надо очень-очень стараться. Но, тем не менее, прошел концерт. Прекрасно прошел концерт. Бесподобно. Я с удовольствием, с удовольствием его посмотрела. Посмотрите и вы. Либо в конце этого ролика, либо следующий. Скорее, следующий, потому что очень длинный получается. Очислили, к сожалению, опять, по-моему, очислили восемь, восемь ребят, или семь. Семь или восемь ребят убрали. И остались, наверное, нет, даже не с... И остались, не-не-не, наверное, не семь и восемь, но неважно, сколько ребят, шесть убрали, наверное. И остался коллоквиум. Коллоквиум – это беседа с преподавателями. Он может задавать разные вопросы. Допустим, расскажи об архитекторах Санкт-Петербурга. Либо еще что-то. Либо еще что-нибудь заковыристое. А можешь спросить просто, как у тебя дела? По-всякому, может быть. И мы не знали, будет коллоквиум, скинут, еще не скинут, но по факту осталось, по-моему, человек 35 на коллоквиум. И после коллоквиума еще скинули парочку двух или трех людей. Двух или трех человек. В общем, Анжелика за туры по 100 баллов и коллоквиум 100 баллов. Это высшие баллы, потому что у многих ребят были и 40 баллов, и 50, и 60. У Анжелики все 100. Спасибо, Италия. Спасибо, Мюзикл Италия. Я уверена, что это из-за него. Уверена. Вот. Ну, что еще сказать? Поступили мы, слава тебе, Господи, в Российский Государственный Институт Сценических Искусств РГСИ. Слава Богу, что Анжелика здесь, что Анжелика с Исаковым, с известным мастером, который очень популярен, который очень востребован, который ну, крутой, крутой дядька. Что там говорить? Крутой дядька. Вот. И я очень рада, что она не уехала в Москву. Что ребенок со мной. Пускай она с утра до ночи живет в институте, но хотя бы дома я буду ей помогать. Хотя бы она будет рядом. Хотя бы она будет рядом. Так что у нас вот такие радостные новости. все хорошо. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok